Строго говоря, мы отпустили Украину в свободное плавание и признали ее свободным суверенным государством в 1991 году. Это уже свершившийся факт, и влияние наше на Украине гораздо меньше, чем хотелось бы. Экономические рычаги еще как-то работают более-менее, потому что мы сырьевая страна, у нас очень много взаимосвязей в газовой отрасли и в разных других. Но, к сожалению, политические рычаги воздействия на Украину давно потеряны. И, видимо, это была какая-то сознательная позиция российской власти, за которую она теперь горько расплачивается. Потому что все эти разговоры про ЕС и так далее – это чистой воды шантаж, как я считаю, украинской стороны. Строго говоря, Украина не вошла в таможенный союз России, Белоруссии, Казахстана по надуманным предлогам. Ведь что скрывать, что, в общем-то, это единое экономическое пространство. И по логике и по здоровому смыслу должны быть четыре республики, как минимум, в этом самом таможенном союзе, а может быть, еще и больше. Но Украина решила показать лояльность Европе. Это ее такой, как бы, Украина как двуглавый орел. У нее одна голова смотрит в Россию, а другая голова смотрит в Европу. Причем к России достаточно потребительское отношение украинской власти у всех ее поколений. А Россия не использовала политические рычаги влияния. Сколько разговоров было о втором государственном языке. При каждых новых выборах, что Кучмы, что Ющенко, что Януковича, всегда этот момент звучал. И всегда мы получали какие-то призрачные, ничем не подкрепленные обещания. Потом выяснялось, что этот вопрос засунут украинской стороной в долгий ящик. Поэтому, в принципе, вообще на украинском направлении мы очень плохо работаем. Скажем так, предыдущий посол, мир его праху, он был достаточно номинальной фигурой. Сейчас Михаил Зурабов, человек, который развалил всю российскую социалку. И, в общем-то, человек, который ни о чем, кроме своего бизнеса личного, никогда в жизни не думал. Поэтому вот такое пренебрежение к украинским вопросам, это большой промах российской власти. Мне кажется, что мы не должны поддаваться на шантаж. И здесь позиция должна быть очень простая. Хотите, вступайте. Не хотите, не вступайте. Тем более, что вопрос вступления Украины в западные всевозможные экономические союзы и сообщества, это тоже очень большой вопрос. Там, в общем-то, Украину с распростертыми объятиями не ждут. И поэтому она обречена, так или иначе, на сотрудничество экономической России. Другое дело, что Россия не должна позволять садиться себе на голову и утираться каждый раз при вот таком вот марше неонацистов, бандеровцев и так далее. А то, что Украине Европа очень быстро покажет на ее истинное место, это совершенно очевидный факт, как она указала, в общем-то, всем странам Восточной Европы. Та же самая Болгария с разрушенной экономикой, которая теперь беднее Албании стала. Именно потому, что ЕС и правила Евросоюза наложили на всю болгарскую промышленность совершенно уничтожительные ограничения. То есть там разрушена промышленность. То же самое с Румынией. То же самое с рядом других стран. Поэтому Украина, в общем-то, она совершенно зря думает, что это какой-то рай на земле. Я посмотрела образцы пропагандистской продукции украинской, картинки, как с Россией будет и как будет с Европой. Ну, это смешной такой агитпроп на уровне чисто такой гебельцевской пропаганды. Это, конечно, все очень смешно. С другой стороны, это, конечно, грустно. Потому что мы два братских народа. Ну, на Западе нас вообще считают единой страной. И для всех большой сюрприз, что вот этот раздел состоялся. Вот поэтому это просто вывод для России на будущее.